И еще год назад это место жители Тверского микрорайона Соменко обходили стороной. Сегодня оно притягивает внимание даже гостей города. Некогда заброшенное Волынское кладбище, поднятое из руин руками волонтеров, стало исторической площадкой, где сохранились уникальные надгробия конца 18-го, начала 20-го веков. При этом работы по восстановлению некрополя продолжаются. Занимаемся покраской ограды. Ограда, видно здесь еще хованая. То есть она начала 20-го века или даже конец 19-го, возможно. То есть это старая ограда. Но памятник уже, как видите, здесь 1939 год, то есть он перелисованный. Эти и другие уникальные памятники были поставлены на свои места в прошлом году. И вот едва сошел снег, как на старинном Волынском некрополе, вновь закипела работа. И снова из-за бытия о вековой грязи добровольцы поднимают, отмывают, красят и приводят в порядок старинные надгробия конца 18-го, начала 20-го века. Убирается валежник, мусор и трава. В основном руками жителей микрорайона Соменко, которые об этом месте знают все. Проживал здесь неподалеку раньше. То есть это место постоянно здесь ходил. Ну и место, конечно, было такое страшное. Хотелось обойти стороной его, можно сказать. Но является таким историческим объектом нашего города. Долгие десятилетия это старинное кладбище, которое стало последним пристанищем для многих известных тверичан, находилось под слоем земли и мусора. Подвергалось вандализму и мародерству. Пострадало в годы Великой Отечественной войны. Прошлой весной кандидат юридических наук Владимир Пимонов в одиночку отправился расчищать территорию от мусора. Благородный пример оказался заразителен. К нему присоединились жители частного сектора. Сегодня в процессе участвуют не только горожане, но и даже чиновники. Люди больше оказывают помощь физическую. Но есть и также еще люди, которые просто приходят, передают деньги. Депутат нашего законодательного собрания Лебедев, Олег Станиславович, приезжал сюда и даже лично здесь работал. Мы покупаем инвентарь. Тем более нам сейчас нужна будет и рассада для цветов. С вывозом мусора также помогал и мупцах. К работе подключились историки-реставраторы. Некоторые надгробия восстанавливались по частям. Они отмывались от грязи, устанавливались на бетонные подушки. Была проделана титаническая работа. В результате на Соменке вместо пустыря с мусором появляется своего рода музей под открытым небом. Но это весной не обошлось и без вандализма. Неизвестные умудрились вынести ограду от купеческого памятника. Тоже купеческий памятник. Но его изуродовали здорово. И свастику нарисовали. У волонтеров далеко идущие планы на весь теплый сезон. Предстоит очистить от мусора еще немалую территорию и восстановить еще несколько уникальных надгробий. К удивлению, таковых на погосте сохранилось немало. К слову, о Волынском кладбище узнали не только жители Верхневолжи, но и за пределами ЦФО. Опыт тверских волонтеров повторили и в других городах. Наши же добровольцы работают каждый выходной при хорошей погоде и всегда рады любой помощи. Подробные истории этого места, а также перспективы его развития будут обсуждаться в эфире программы «Тема дня» с Валерией Королевой 7 мая на телеканале Тверской проспект Регион.